МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Комиссия, которая будет взыматься в ЕРКЦ, по словам директора, предприятие самое низкое в городе. Это затраты на банковские расходы и услуги инкассации. Размер комиссии для населения составит всего лишь 0,3%. Если перевести в абсолютные величины, то возьмем квартиру площадью 50 квадратных метров. Размер платы составляет 320 рублей, взнос за капитальный ремонт. И комиссия будет 96 копеек. Но это, мы понимаем, что самые низкие цены, самые лучшие условия. Сейчас в Магнитогорске открыты 45 касс и работают 114 терминалов от ЕРКЦ. Руководитель предприятия заверил с увеличившейся нагрузкой, сотрудники справятся и очередей не будет. Магнитогорск получит субсидии на строительство и реконструкцию детских садов из областной казны. На 176 миллионов рублей в городе планируют создание четырех новых учреждений дошкольного образования. Еще два будут реконструированы. На 95 мест по улице Доминщиков 28-51 и 220 мест в 143 микрорайоне. Отметим, что в основном детские сады появятся в южных районах. Именно там сейчас самое большое количество семей с детьми дошкольного возраста. Диплом на руках, а на работу не берут. Сегодня на учете в Центре занятости состоят 50 выпускников колледжа и училищ. Специалисты проводят для молодых людей занятия по социальной адаптации. Кроме того, в Центре действует специальная программа по временному трудоустройству выпускников среднеспециальных учреждений возрасте от 18 до 20 лет, которые ищут работу впервые. Согласно программе, молодой человек может устроиться на стажировку по срочному трудовому договору и в течение трех месяцев получать материальную поддержку от Центра занятости. Программа подходит, молодежь не боимся, потому что клиенты, которым мы оказываем услугу, наоборот, с удовольствием к молодежи идут, любят, когда их обслуживают на линии раздачи молодые девушки, выпускники. Стоит отметить, что по статистике каждый третий выпускник, участник программы, после стажировки остается в коллективе и его принимают в штат. К комплексной проверке полей Агаповского района приступили специалисты Ройсельхозцентра. В первую очередь их интересует ситуация с саранчой. Выборочно обследована уже треть всех посевов. Урожай ожидается богатым, вредоносные насекомые не нанесут серьезного урона, уверены специалисты. Проверили же 27 тысяч гектаров по Агаповскому району. Обстановка у нас стабильная, такой заселенности сильной, как прошлые года, нет у нас. В соседнем Верхнеуральском районе около 60% земли, пригодные под пашню, пустуют. Эти заброшенные участки и становятся ислями для саранчи. В Агаповском же районе их значительно меньше. Дополнительную защиту дает ежегодная обработка химикатами земель, пограничных с Башкирией и другими районами. Электроусилитель руля Тойоты, детали от бронетранспортера, передний и задний бампер из металлической балки. Вся необычная конструкция на базе старенького УАЗа. Такой автомобиль собрал своими руками магнитогорский умелец. От прежней модели остался только кузов и двигатель. Качество и результаты тюнинга оценил Игорь Болонин. УАЗик УАЗик, прозванный в народе буханкой, но с очень необычной начинкой. Три года назад Павел приобрел его за 45 тысяч и едва смог доехать до гаража. В первую очередь перебрал мосты и поставил на них блокировку от бронетранспортера. Ну, если она советская, то она очень прочная. Потому что нынешние материалы уже не такие, как раньше. Она стояла на БТР-60. Затем, действуя по главному принципу Микеланджело, отсекал все лишнее. Вес машины удалось уменьшить почти на 300 килограммов. Отремонтировал кузов и поставил вездеходовские колеса. Показан комплект. Тойотовский от Тойоты Короллы электровосилитель. С электронным блоком управления. Без него очень трудно. Во-первых, бьет руль. Очень тяжело поворачивать, если где-то в грязи, в снегу. Немудрствуя лукаво, в качестве бампера приспособил обрезанный швеллер. Павел позаботился и о простых удобствах. В машине две печки и усовершенствованная система охлаждения. Личное изобретение хозяина этого автомобиля, которое позже стали использовать владельцы многих внедорожников, это необычный дверной замок, который действует по принципу обыкновенной щеколды. Кстати, система полностью автоматизирована. И чтобы закрыть одновременно все двери, нужно просто нажать одну кнопку. Павел шутит. Тюнинг, как и ремонт дома, начать можно, но закончить нельзя. Ну, иномарочный двигатель меньше ремонтопригодности, так скажем. Если этот двигатель можно отремонтировать практически на коленке, то иномарку, вы сами понимаете, надо ждать, заказывать, а в лесу не у кого даже заказать. Тюнинг машины вложено в 8 раз больше ее изначальной стоимости. Павел активно обкатывает железного коня в различных уральских трофи-рейдах. И надеется, что тот поможет исполнить его главную мечту – проехать вокруг озера Байкал на своем внедорожнике. Игорь Болонин, Кирилл Горин, Вести Магнитогорск. А сегодня грянет магнитная буря. Десятый фестиваль музыки и драйва пройдет в горнолыжном центре «Металлург Магнитогорск». По традиции организаторы особое внимание уделили спортивному экстриму. Будет выступать профессиональная команда дрифтеров, спортсмены на маунтинг-байках и квадроциклах. Затем проедет колонна клуба «Ночные волки». После этого на главной сцене выступят 10 рок-групп, местные коллективы и хедлайнер фестиваля группа «Парк Горького». Завершится все действие салют, красочное фаер-шоу и дискотека. Начало фестиваля в 15 часов. Через несколько секунд я вам расскажу, какая погода нас ждет в эти выходные. Прощаюсь с вами, до встречи. Субтитры делал DimaTorzok Горский преимущественно без осадков ночью плюс 17-19, днем 27-29 выше нуля.